Специалисты по делам сердечным 29 сентября отмечают профессиональный праздник. Этот день во всем мире считается днем сердца. В кардиологическом диспансере города Иваново обычные будни. Сюда, как правило, попадают по скорой или по рекомендации кардиолога из поликлиники. Люди со всего региона. 6 тысяч человек в год. У жителя Пестякова Евгения Владимировича высокое давление. Такое, что даже цифры называть стесняется. Лежит в стационаре уже второй раз. Говорит, никогда не думал, что так прихватит. Теперь рекомендации врачей будет слушать более ответственно. Я ответственный уже стал ответственным человеком. До этого я был безответственным. Так что привело сюда то, что давление у меня, конечно, давно. А чтобы мне уже сколько лет, скажете, сколько мне лет? Скажете? А я вам не скажу. Сами догадайтесь. Уже стал в своем здоровье, как говорится, немножко приглядываться. Думаю, что где-нибудь хочется, где-нибудь пожить. Болезни сердца и кровообращение занимают первое место в структуре заболеваемости региона и в структуре смертности тоже. От инфарктов чаще страдают мужчины. У женщин встречается нарушение ритма сердца. Кардиоболезням подвержены все группы населения. Больший риск у тех, кто за здоровьем не следит и ведет неправильный образ жизни. Постоянно нужно следить за диетой, постоянно нужно следить за достаточным уровнем физической активности, потому что самый эффективный способ реабилитации кардиологических пациентов – это физкультура, это двигательный режим. И обязательно делаем акцент на регулярном приеме подобранной лекарственной терапии. Если вдруг какое-то лекарство, по их мнению, перестает помогать, обязательно нужно обратиться к врачу. Сердце – мышца, которая никогда не отдыхает. Работает оно 7 дней в неделю, 24 часа в сутки. Поэтому и следить за двигателем человеческого организма нужно тщательно. На каждом приеме с каждым пациентом ведется беседа. Это необходимо создать мотивацию для изменения образа жизни, если какие-то проблемы есть. Обязательно. Помогает? Вы знаете, конечно, не во всех, не в стопроцентных случаях, но помогает. Если у доктора есть время на беседу с пациентом, если какие-то складываются доверительные отношения, конечно, помогает. Это значительная часть успеха в лечении. В кардиологическом диспансере самое современное оборудование. Полностью автоматизированный иммуноферментный анализатор на вооружении 4 месяца. Техника ускоряет работу медиков. В критических случаях счет идет на секунды. И в этом аппарат – верный помощник. У нас в кардиологии это определение высокочувствительных тропонинов, особенно когда больные поступают с острой патологией, особенно инфаркт миокарда. В считанные минуты нужно принять решение. То есть буквально за 10 минут он выдает нам вот эти показатели. Это раз. А потом еще мы делаем замечательный иммуно-проби-НП, это натриуретический пептид, который очень нужен для диагностики сердечной недостаточности. В городе, кроме нас, никто не делает. Этот аппарат экспертного класса позволяет определить размеры сердца, исследовать кровоток, определить сократительные функции миокарда и выявить патологии клапанов. На исследование сердечной мышцы одного пациента уходит от 40 минут до часа. Ошибки быть не должно. У нас имеется кабинет, где ведется прием, дистанционный прием, электрокардиограмм, которые передаются или по интернету, или по телефонной связи. Благодаря этому электрокардиограмма может передаваться из дальних отдаленных районов Ивановской области, из различных больниц, ФАПов. И врач, который круглосуточно находится в этом кабинете, принимает эту электрокардиограмму, расшифровывает и тут же дает интерпретацию этой электрокардиограммы. Медики кардиологического диспансера уверены, вспоминать о своем сердце стоит не только в праздник. Времени на себя жалеть не нужно, поэтому всех желающих они ждут в Центре здоровья на бесплатное обследование и консультацию. Если сердце заболело, то скорее всего это навсегда отмечают медики, поэтому заболевание лучше не допустить. 20% здоровья человека зависит от наследственности, 20% от экологии, 10% от развития медицины и 50% от заботы самого человека о собственном здоровье. Поэтому только профилактика.